Так, что же мы будем делать с целыми числами? Давайте их вначале обозначим как-нибудь. Вот так мы их будем обозначать. Итак, вот это Z фигурное. Это множество всех чисел, которые мы нарисовали с вами. То есть идущих через равные промежутки друг за другом. Кратных, отрицательных, положительных, кратных, единицы измерения. Едничного отрезка, который мы выбрали как эталон. Что нужно сразу, самое важное, что нужно знать про целые числа? Что мы умеем целые числа складывать, вычитать и умножать. Вот такие операции, но три целых чисел могут быть выполнены. Но давайте, тем не менее, по порядку пойдем. И заодно мы сразу заметим, что между плюс и минус существует тесная связь. Значит, итак, что значит сложить два целых числа? Например, что значит взять три и прибавить к нему четыре? Это означает на нашей прямой обозначить где-то тройку найти и прибавить к ней, приставить к ней, приставить отрезок, обозначающий четыре. Что за отрезок, обозначающий четыре? Это надо иметь в голове исходную картинку целых чисел, которую мы рисовали. Вот ноль, вот четыре. И есть вот такой вот направленный отрезок, который математики называют вектор. Сразу же давайте все важные понятия вводить сразу. Вектор – это направленный отрезок, который из одной точки торчит в другую. Векторы, вектора будут равными, если у них направление одинаковое и длина одинаковая. Ну вот это вектор плюс четыре. А если обратный я нарисую из точки четыре в ноль, то это будет минус четыре. Ну вот, соответственно, три плюс четыре – это я беру точку три и от нее откладываю вектор длины четыре. Ну, как вы понимаете, мы попадаем в точку семь тогда. Вот, но также можно и отложить от нее вектор минус четыре. И это будет называться три минус четыре. Или, как математики любят писать, три плюс минус четыре. Оно же три минус четыре. И, соответственно, это содержательно означает, что мы уменьшаем тройку на четыре деления. Ну и ясно, что мы получаем минус единицу. То есть, если температура была плюс три и понизилась на четыре градуса, каждый из нас знает, что она равна минус один. Снова начались морозы, лужи покрылись льдом. И вот у нас, соответственно, есть операции сложения и вычитания. Значит, операция вычитания обратна к сложению в том смысле, что если к результату вот такого вычитания я потом прибавлю снова то, что вычитал, то ничего не должно измениться. Три минус четыре плюс четыре – это обратное число три. Если температура на четыре градуса упала, а потом на четыре градуса поднялась, то, значит, она стала той же, которой была до всех изменений. Вот, значит, это, хоть это все и очевидно, но это требует специального названия. Называется это явление словом «группа». И я сейчас в следующем нашем небольшом кусочке математическом я объясню на примере целых чисел, что такое группа. Опять же, исходя из идеи, что все надо вводить сразу. Все, чем математика оперирует, современная математика, должно быть знакомо и тому человеку, кто решил с ней познакомиться шапочно. Понятие группы абсолютно необходимо для того, чтобы понимать математику, даже на очень начальном уровне. Поэтому давайте познакомимся с тем, что такое группа.